Субтитры делал DimaTorzok Особую группу иносказательных портретов составляет серия так называемых апостолов, большая часть которых датирована в 1661 году. В облике Христа и его последователей художник хотел воплотить современные ему типы людей, мыслителей, проповедников, с их различными духовными качествами, различными темпераментами. Несовременные модели призваны изображать апостолов, а апостолы перевоплощаются в современных деятелей, борцов за высокое достоинство человека, за правду и справедливость. Субтитры делал DimaTorzok болеющего за человечество начинаются еще в конце 50-х годов, самые тяжелые годы жизни Рембрандта. В типах апостолов, в их мимике, в избранных художником ситуациях, наряду с несомненными чертами традиционной иконографии, явно намечаются и новые черты. Рембрандт приближает образы апостолов I века к XVII, к современности и переводит их духовный мир из религиозной сферы в этическую. Не все эти картины удались мастеру, но три картины цикла Евангелист Матфей, апостол Варфоломей и апостол Симон принадлежат несомненно к самым оригинальным созданиям Рембрандта. Наиболее неожиданной, как бы выходящей из границ искусства XVII столетия, является картина «Апостол Варфоломей». Новозаветное повествование сообщает, что за проповедование христианства святой Варфоломей был подвергнут мученической смерти. Его распяли, а затем содрали с него кожу живьем. При своем первом появлении перед судом широкой общественности картина вызвала настоящую бурю среди художников, а вместе с тем и сомнения в своей подлинности. Это, несомненно, портрет не просто мыслящего, убежденного, готового на подвиг человека. В смелой, плотной, насыщенной живописи картины, в типе, изображаемого Рембрандтом по пояс пожилого мужчины, с коротко остриженными волосами, морщинистым лбом, внимательным, все понимающим, горьким, и в то же время, несколько удивленным взглядом, широко раскрытых темных глаз, взглядом направленным, словно в душу зрителя, в позе этого, качнувшегося вправо человека, его мимики, по большой левой рабочей руке, корявыми и сильными пальцами, которые он подпирает, плохо выберет и подбородок. Есть такая перекличка с художественным мировосприятием XIX века, что с трудом верится в авторство голландского живописца XVII столетия. Во всяком случае, ясно, что никогда до сих пор Рембрандт не достигал такой непосредственности и остроты в воплощении современности и ее устремленности к будущему в самом широком смысле этого слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok